До Нового Года остается чуть больше двух недель. Многие уже начали подготовку к долгожданной ночи. Выбор праздничного наряда, вечернего макияжа, новогоднего меню и, конечно же, подарков. Как и чем удивить родных и близких? Мы решили узнать, где деленцы покупают подарки и доверяют ли они онлайн-магазинам. Интернет-покупки. За или против? Да, я делаю покупки в интернет-магазине. В этом году я сделала себе подарок на Новый Год. В интернет-магазине сделала покупку. Я посмотрела на сайте, мне очень понравились фототюли и фотошторы, где у нас, например, в магазине их никак не купить. Получила фототюли, мне брака не было, мне понравилось, мне все устроило. Я не против интернет-магазинов. Заказы выполняются быстро, удобно. Можно при получении проверить, открыть, мне нравится вернуть. И ждет Новый Год, не знаю, вижу ролики по телевизору, рекламки. Очень хорошие есть такие новогодние игрушки. Можно, вот у меня внуки есть, можно, конечно, заказать. Но вот я по поводу этого, я, безусловно, подумаю. А так вообще, почему бы заказывать? Можно, приходит, доставка бесплатная. Лично я против интернет-покупок. Связано это с тем, что однажды на белорусском интернет-сайте я заказывала себе платье в празднику. В итоге продавец пообещал, что платье подойдет, и вроде размер согласовали, но оказалось так, что в итоге платье мне оказалось слишком маленьким. И вернуть я его, конечно, уже не смогла. В итоге зря потрачены деньги. Что касается других товаров, я еще заказывала кошелек, также заказывала другие бетовые принадлежности. В итоге покупкой я осталась довольна, так как и другие мои родственники, которыми я, собственно, заказывала эти товары. Будете ли вы делать покупки подарков к Новому Году своим родственникам в интернете? По поводу платы арков на Новый Год, я считаю, что лучше к этому вопросу подойти ответственно, чтобы не попасть в раса, как говорится. И лучше подарки, конечно, покупать уже в проверенных магазинах, проверенных желательно людей. Уважаемые зельвенцы, а также гости нашего поселка, хочу вас поздравить с наступающим Рождеством, Новым Годом. И, конечно же, дарите не только подарки своим близким, но в первую очередь свое тепло и в естественной ряду. Я уже давно делаю принадлежность покупки. Я считаю, что это очень доступный способ найти разнабельные товары, которые иногда сложно найти в белорусских магазинах. К Новому Году я уже сделала пару заказов, но какие я оставлю в секрете. Все, что я сделаю, что с наступающим Новым Годом. Покупки в интернете я почти не делаю, потому что чаще всего я такие сервисы использую просто, чтобы посмотреть на товар, присмотреться, что к чему. А уже на самом деле вещи нужно смотреть, их трогать, мерить, есть ли это одежда, например, да?